Добрый день, друзья! Ну что ж, продолжаем обсуждать все наши морские профессии. И теперь поговорим о кадетах и штурманах. Так как я работаю в машинном отделении, я старший механик, поэтому всю эту кухню я не знаю. Зачитаю рассказик. Ссылку об этом интернет-источнике я всегда оставлю в описании. Ну а штурмана, кадеты или кто был кадетом, пишите в комментариях, как все происходило у вас. Ну что ж, поехали! О кадетах и штурманах Давным-давно я нашел на одном интернет-ресурсе прекрасный рассказ, где в шутейной форме автор кратко характеризует штурмана как личность в целом и его работу на судне в частности. Сайт этот давно канул в лету, а материал я представляю вашему вниманию. Штурман – это человек, который 6 лет проучился в академии для того, чтобы потом у него было время на вахтах подумать, где бы пристроиться на берегу на такую же зарплату. Вообще штурман – это не человек. Штурман – это сверхчеловек. Во-первых, у него невероятно развито боковое зрение и внимательность. Нет, не потому, что оно должно так быть, а потому, что ничего не делания на рабочем месте развивают именно эти качества, направленные на определение признакам приближения капитана. А быть застегнутым врасплох капитаном для штурмана – это признак непрофессионализма. Во-вторых, он знает секретные, передающиеся из одного штурманского поколения в другое позы засыпания в кресле и методы сна с открытыми глазами, чтобы создался эффект несения вахты. В-третьих, штурман по своей природе очень любопытное существо. Когда оно не спит на вахте, оно начинает изучать окружающий его мир и предметы. Все в округе, начиная от содержимого собственных карманов и заканчивая матросом, стоящих с ним в вахту, страдает от его любопытства. И именно это его любопытство отличает его от других представителей приматов. В конце концов, вот так вот что-то исследуя, изучая, ковыряясь, он, может быть, изобретет, к примеру, отбеливающий зубы кофе, смешав кофе и хлорку, или вечный леденец, залив обычный леденец клеем, что, без сомнения, поможет многодетным, малоимущим семьям. И это сейчас. А чему они научатся в будущем? Кипятить воду в чайнике одним взглядом, заваривать кофе на мостике, еще даже не поднявшись туда, возможно, даже мыслить, и это только начало. Такие штурмана считаются экспертами в астрологии, они знают все, что касается звезд. Этим мастерством владеют немногие люди, в основном те, кто всю жизнь посвятил этому, которые работают в обсерваториях или живут в психбольницах. Но штурманам тоже известна эта наука, хоть они этим и не гордятся, и не выставляют на показ. Но они могут в считанные секунды сразу через мгновение после взгляда на небо отличить Луну от звезд, причем сделать это безошибочно в 8 случаях из 10. Также им известны имена всех звезд, как мировых размеров, так и не очень популярных звезд, и даже отечественных, так как фильмов на судне очень много. Иногда в штурмане просыпается инстинкт, инстинкт домохозяйки. И тогда ни одна пылинка на мостике не устоит перед занявшимся уборкой от скуки штурманам. А бывает и такое, что в штурмане пробуждается дизайнер. И тогда все свободно лежащие предметы на мостике, от системных компьютерных блоков и мониторов до чайных ложечек и использованных зубочисток начинают менять свои места, переноситься с места на место, крутиться, вертеться в поисках лучшего ракурса, в конце концов даже разбираться на части. Правда, эти дизайнерские порывы всегда заканчиваются выслушиванием возмущенных и недовольных коллег, которые, зевая, втыкнули карандаш по привычке в сахарницу вместо многих года, стоявшую на этом месте точилку или нашли чайную ложку в ящике с картами. Когда штурман обыкновенный, попадая в среду вахты в порту, то он входит в режим «порт». В этом режиме он рисует крестики на грузовом плане, ругается с грузчиками, выпивает литрами чая или кофе и играет в косынку, при этом успевая бегать по палубе и следить, чтобы все было правильно погружено. Кстати, косынка для большинства штурманов – это последний способ сохранить мозговую деятельность. Но, к сожалению, в последнее время некими злоумышленниками была создана игра, медленно, но уверенно уничтожающая штурманский мозг. Эта игра называется «Зума». Если штурман начинает играть в эту игру, он погружается в непонятный мир, в котором жабу тошнит разноцветными шариками, и это ему нравится. И очень часто он приходит в себя только тогда, когда половина концов порвана, судно накренено на 15 градусов, орут всем возможные алармы, бак затоплен водой с балластных танков, выливающийся через вентиляцию. Вокруг стоит куча незнакомых людей, которые тычут ему какие-то документы и что-то возмущенно говорят, при этом на непонятном языке. О кадетах. Кадет – это недоматрос, недоштурман, в общем, недочеловек. Это нечто, некое явление, которое вредит штурманскому мозгу. По крайней мере, так делают штурмана. В основном кадет занимается тем, что ленится заниматься штурмом. Но умный кадет делает это так, чтобы его об этом больше не просили. Он, если красит, то окна, если смотрит в бинокль, то обязательно его уронит, если делает кофе, то чай. В общем, вредит, как только может. Также отличительной чертой кадетов является бесконечное количество вопросов, начиная от «А как наше судно называется?» до «А что будет, если нажать эту красную кнопочку под стеклом с надписью «Не нажимать», которую я уже нажал? Но самые распространенные вопросы, которые задают кадеты, приехавшие на судно для обучения или получения морской практики, это «А где моя каюта? А во сколько тут у вас обед? А можно добавку? А в котором часу ужин? А на холодильник ночью вешают замок? А где ножовку по металлу можно найти? А сколько у меня выходных в день? А шо? А как это?» В общем, складывается такое впечатление, что единственное, чему их учили в академии, это правильно и грамотно ставить вопросы, делать умный, понимающий вид и вовремя поддакивать, качая головой, выслушивая ответы на вопросы, при этом думая, как отвлечь повара от холодильника, чтобы сточить пару кусков колбасы. Третий помощник капитана. Второй подвид – это штурман, трезвенник, он же третий помощник капитана. Весь его рейс – это курс оздоровления. Ведь все значительные события, юбилеи, праздники, дни рождения, свои, родственников, друзей, политических деятелей, знаменитых спортсменов, в общем, все пьянки на судне происходят после рабочего дня, как раз в то время, когда третий помощник идет на вахту. А к концу его вахты обычно все уже выпито, и все, что он может найти в баре, это вывалившиеся на стойку спящие отдыхающие и полпачки сока в холодильнике. По сути, третий помощник капитана – это кадет, на счету которого минимум два штурмана, которых он довел до нервного расстройства. Так как трехе уже не положено задавать глупых вопросов, то ему приходится учиться читать, чтобы находить ответы в инструкциях. Но в итоге инструкция, залитая пивом, будет валяться где-то в углу, а на столе будет лежать вываленное на него спящее лицо третьего. Хороший третий помощник – это в первую очередь хороший актер. Чтобы избежать лишних проблем, ему нужно убедить капитана в том, что, например, со шлюпкой все в порядке, и она в рабочем состоянии, даже если на самом деле у нее пробоина от попавшей в нее сигнальной ракеты, выпущенной на новогодние вечеринки пьяным кадетом. Обычно третий и кадет сотрудничают. Точнее так, третий сотрудничает, а кадет работает, внимая его наполненным энтузиазмом словам – «Это ведь тебе же надо, а не мне. Ты должен это уметь. Это твоя будущая работа. В общем, работай, а я пока пойду. Дела у меня, в общем». А сам идет и садится в офисе с кондиционером, читая присланный из дома журнальчик, вложенный в инструкцию по применению и техническому обслуживанию судового стационарного компрессора для заправки воздушных баллонов для дыхательных аппаратов. Также третий на торговом судне – очень нужный человек, когда кто-то едет домой или на праздники. Ведь у кого-то еще можно достать просроченные сигнальные ракеты, чтобы позапускать их на чей-то день рождения или ненужные флаги, которые можно взять домой на память. В общем, третий на судне – предмет незаменимый, и каждый второй помощник должен сначала отсидеть парочку контрактов третьим, прежде чем подняться на ступеньку выше. В общем, третий на судне – предмет незаменимый, и каждый второй помощник должен сначала отсидеть парочку контрактов третьим, прежде чем подняться на ступеньку выше. Второй помощник капитана. Третий вид штурманов – это штурман-ботаник, он же второй помощник. Его практически всегда можно встретить в нагнутой над столом позе с карандашом и линейкой в руках. В этом и заключается его работа – не разъебаясь, писать, рисовать, чертить, измерять, пить кофе со скоростью 2 чайника в час, курить сигареты одна за другой, ругаться матом на звонящий телефон, отвлекать его от работы всей душой, ненавидеть и проклинать непишущую ручку, и те, кто ее сделал, и те, кто сделал, те, кто сделал эту ручку, но при этом всю вахту слушать добрые песенки из старых советских мультиков и подпевать им, пританцовывая. Второй помощник – это единственный штурман, на вахте которого электромеханик проводит половину своего рабочего дня. Дело в том, что Секонд, он же второй помощник, отвечает за все электрооборудование на мостике, тестирует его, настраивает, портит, ломает. Ну, последние два пункта больше относятся к штурману шлангу, но получать от капитана за это все будет все равно второй. И в таких случаях на спасение приходит отважный электришен с отверткой в руках и сигаретой в зубах – это все, что ему требуется для устранения любой неполадки. Который за чашку кофе и 50% того, что находится в холодильнике на мостике, значит, только за кофе, спасает второго помощника от разгневанного капитана, починив поломанное и настроив расстроенное. Вообще, все идет к тому, что должность второго помощника в скором времени официально признают врагом лесопосадок на одном уровне с термитами. Ведь только за один свой контракт он исписывает столько простых карандашей, сколько весь поток архитектурного института не исписывает за все 5 лет своего обучения. А если учесть количество всех вторых помощников в мире, то их вообще нужно отстреливать, чтобы спасти планету от вымирания. Поэтому нужно скорее становиться старшим помощником капитана, он же Старпом. Старпом – это даже не должность, это подарок судьбы. Все, чем он занимается на судне – это просматривает киноновинки за последние 10 лет, придумывает работу матросам, ненавидит в душе механиков, но в Тане играет с ними в теннис после вахты и иногда перелистывает какие-то документы. Только потому, что так все делают. Продолжение будет. Ну что ж, интересный смешной рассказ. Я думаю, штурмана какие-то будут недовольны этой статьей. Ну что ж, пишите, как вам понравилось. Я буду искать вторую, там будет Старпом и капитан. Но если не будет, найду что-то про капитана. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!